Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас из студии в Российской Государственной Библиотеке. И сегодня в нашей студии совершенно потрясающий гость, как обычно, но при этом совершенно замечательный. Ольга Лахина сегодня с нами. Ольга Лахина, добро пожаловать в нашу студию. Позвольте мне сказать про вас несколько слов. Исполнительный директор фонда куклы мира, основатель, организатор международной выставки кукол и мишек Тедди «Искусство куклы». Более того, главный редактор специального журнала «Кукольный мастер». Оля, очень рада вас видеть. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте! Здравствуйте! Большое спасибо! Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Вы знаете, на самом деле мир игрушки и вообще, в принципе, большие мероприятия — это такое классное пересечение, очень редко встречающееся. И вы, конечно, для нас гость особый, потому что, с одной стороны, вы знаете все как менеджер, как управленец про большие мероприятия, которые вы делаете, по сути, в самых больших городах нашей страны, а мы об этом чуть подробнее поговорим позже. А с другой стороны, вы знаете все о тех самых художниках, кукольниках, которые в этих выставках принимают участие. И это отдельное огромное количество вопросов к вам возникающих. Но давайте все-таки начнем с вас и уточним, как шел, как продвигался ваш путь к миру куклы, к игрушкам вообще, как пришла идея выставок, как так получилось в вашей жизни, что вы занимаетесь именно этим? Вы знаете, как ни странно, по образованию я философ. Именно так философ называется моя профессия, моя специальность в моем дипломе. И, наверное, поэтому во все свои проекты, во все те сферы, где я работала на протяжении жизни, я, наверное, привношу вот эту свою особенность воспринимать мир и как целое, и как какие-то там фрагменты, и какие-то направления, и как бесконечный процесс познания. Поэтому, когда вы сказали, что я знаю все, я про себя мысленно, конечно, улыбнулась. Я даже не стремлюсь узнать все, потому что это невозможно. Но с другой стороны, мне бесконечно интересно жить в этом мире. И не просто жить, а делать такой некий форсайт, то есть выстраивать этот мир самостоятельно, двигаться туда, чего еще нет, и радоваться тому, что то, что происходит, так или иначе связано с моими мечтами, с моими знаниями, с моими представлениями и с моим опытом. Вот так, наверное, выстраивается моя жизнь в искусстве, когда я узнаю что-то, и что-то навстречу создается моими знаниями, мечтами и проектами. Когда состоялась первая выставка «Искусство куклы», в каком году это случилось? Выставка «Искусство куклы» состоялась 13 лет назад. Но это была не первая выставка кукольная, к которой я имела отношение. Поэтому я сейчас такой небольшой исторический экскурс в свой. Можно? Конечно, потому что мне это в первую очередь хочется сделать ради того, чтобы сказать о тех людях, которые меня привели в это искусство, и которые стояли у истоков. Я, конечно же, не стояла у истоков кукольного искусства в России, да, ну и в целом, конечно, тоже. Но мне очень повезло, что я попала сразу в лучшую кукольную галерею Москвы и России на тот момент. Это кукольная галерея Вахтанов Ирины Мызиной. Это та самая галерея, которая проводила первые выставки в Москве и в России, и куда выстраивалась очередь от Центрального дома художников, ну, до Парка культуры, кто представляет Москву. И центр, можете представить, какая огромная очередь. Потом ее повторила только выставка на Серова, но выставка «Хукол» была первая. И, конечно же, я, будучи журналистом, работая корреспондентом в московских журналах, я не могла пройти мимо этого явления. Я пришла на выставку, и сердце мое было покорено этим видом искусства, абсолютно новым тогда для России, для Москвы. И я стала проситься на работу в кукольную галерею Вахтанов. Огромное спасибо, что Ирина Мызина меня поддержала, взяла в качестве пиар-менеджера. Вот. И оттуда потекли вот все вот эти остальные проекты, истории и мои звания, которые вы вначале перечислили. Там в стенах кукольной галереи Вахтанов родился и журнал «Кукольный мастер» и его издатель Лана Лето. И там же проходили первые выставки, из которых вырос наш огромный, самый масштабный выставочный проект «Искусство куклы». И сначала мы его проводили в Манеже, в центральном выставочном зале Манеже, повторили нашу историю с очередью, когда очередь в Манеж стояла вот так вот, вот так вот, до памятника Жукову практически. И после этого, мне кажется, в Манеже охрана и организаторы, они стали очереди выставлять по периметру. Но когда поняли, что могут быть такие очереди на выставку, на вход вообще. То есть вы создали прецедент. Наш прецедент был вот такой, вот такой, все вот как бы немножко обалдели от этого, надо как-то это систематизировать. Но наша очередь такая была первая, и не случайно огромный интерес был к этой выставке. Мы с коллегами Сланой Лето и Ириной Мызиной, мы три соорганизатора и сооснователя этой выставки «Искусство куклы», мы привезли художников на тот момент из 26 стран. Да, это была сенсация. Это была сенсация не только для зрителей, но и для самих участников, и для нас как организаторов, потому что на тот момент мы еще не так не поездили по миру и не были в Японии, там в Израиле, в Америке, где-то еще. Мы это не видели, но мы уже сюда привезли и стали знакомиться со всем мировым искусством куклы. Уникально. Я, конечно, испытываю постоянную вообще дрожь и волнение, когда прихожу на ваши выставки, стараюсь делать это регулярно, и очень советуем то же самое сделать и нашим с вами зрителям. Обязательно расскажем о том, когда же следующие выставки и где будут проходить. Но вот возвращаясь к выставке как таковой, подскажите, это проект такой временной, то есть вы прям набираете некую группу ребят, людей, которые с вами работают над конкретным проектом, потому что есть некоторый дедлайн, да, там определенное время, к которому вы должны все закончить, и потом команда расходится, или работы так много по организации конкретной выставки, да, даже если она идет там всего три дня или недели, что работы хватает на весь год. Как это происходит? Да, несмотря на то, что выставка идет всего три дня, и уже вот в 14 раз мы ее будем проводить в декабре, всегда это вторые выходные декабря, это уже гостиный двор, куда мы выросли из манежа, потому что в манеже нам стало тесновато, и гостиный двор нам дает возможность разместить всех желающих. Казалось бы, да, всего три дня наполненных этими проектами, этими экспозициями, но работа, как вы правильно заметили, идет весь год. И если сначала в первые годы была задача собрать участников, особенно собрать участников со всего мира и со всей России, а у нас участвуют какие-то годы, бывают до 80 городов, регионов, то есть мы вместе с нашими участниками учим географию, и если в первые годы, когда мы собирали, приглашали, искали участников, художников, кукольников по всей России и по всему миру, то основное время уходило именно на поиск и сбор участников, но последние годы эта функция, эта задача отошла очень сильно на второй план, потому что такая инерция самой крупной, самой авторитетной и масштабной выставки, она уже работает на выставку, и понятно, что сейчас мы даже не можем уже разместить всех желающих, кто к нам хочет попасть на выставку, есть некий отбор, особенно существует художественный и кураторский отбор на арт-площадку, в зону арт-проектов, и последние годы мы больше работаем над, скажем так, атмосферой, над содержанием и смыслами того, что мы делаем. И понятно, что такая работа не может быть нормированная, и нельзя как остановку включить-выключить, и мы уже так живем во всей этой нашей тусовке, что мы порой, что бы мы ни делали, мы так или иначе где-то подсознательно, подспутно мы работаем на выставку, когда любое знакомство, любое культурное мероприятие, любое даже состояние отдыха, путешествия и какого-то семейного порой события, оно подсознательно работает на твоё основное дело жизни, а это действительно такая масштабная большая выставка, это для нас, это дело жизни, это очень живой организм, в котором проявляются порой совершенно неожиданные какие-то вещи, и помогают нам делать эту выставку разнообразной, год от года что-то в ней менять, и это не просто цеховая выставка, куда приехали и показали новую коллекцию, это каждый раз какое-то высказывание. Друзья, давайте не пропустим с вами такую прекрасную возможность. Следующая выставка «Искусство куклы» состоится уже в декабре 2023 года, место её неизменно, это гостиный двор прямо в центре Москвы, и я думаю, что это посещение доставит вам огромное удовольствие. Поверьте мне на слово, я посещаю эту выставку каждый год и всё время возвращаюсь с каким-то огромным вдохновением, хотя я не имею отношения к таковому кукольному миру. Скажите, вот, пожалуйста, такой вопрос. Вы говорите, что и ваша ежедневная жизнь, она всё время с этой выставкой связана. Куда бы вы ни пошли, с кем бы вы ни познакомились, на что бы вы ни смотрели, это так или иначе поворачивает к выставке, и можно целый год, собственно, постепенно собирать какие-то мелкие идеи или знакомства, или что-то, что витает в воздухе, чтобы делать её ещё больше, ещё интереснее. А если спросить вас про путешествия и какие-то новые имена, которые вам случайно или прицельно удалось открыть, какие города удивили в последнее время своими кукольниками? Вот сейчас скажу, самый важный, наверное, город, который становится столицей кукольного искусства, неожиданно, спонтанно так получилось, и это город Калининград. Вот так получилось, что несколько очень сильных, талантливых и ярких художников-лидеров, которые ещё вокруг себя умеют создать и собрать сообщество учеников, коллекционеров, каких-то поклонников, так случилось, что несколько этих художников переехали жить в Калининград. Кто-то там уже жил, а вот пять авторов вот как-то так по разным обстоятельствам переехали в Калининград, и там собрались. И одно из моих путешествий проходило через Калининград. Мы, разумеется, встретились, мы дружим, у нас очень тёплые отношения внутри вот этого нашего выставочного сообщества. И, конечно, когда мы приезжаем в какой-то город, художники, организаторы, все, кто связан, мы обязательно сообщаем друг другу и так или иначе встречаемся. И вот состоялась летом наша встреча в Калининграде, где я посмотрела, меня пригласили в прекрасный розовый сад Оксаны Сахаровой. Очень многие наши художники, они талантливы не только в кукле, но если человек делает фарфоровые куклы, делает фарфоровые цветы, то я вот увидела, откуда она черпает вдохновение и где её истоки. У неё роскошный сад роз. И вот, прохаживаясь по дорожкам и среди вот этих арок, обвитых розами, я спросила художников, а не хотите ли вы в Калининграде сделать выставку? У вас сейчас здесь собралось так много таких сильных авторов, и просто можете сейчас задать надолго такое интересное направление. И сначала художники растерялись, потому что это две совершенно разные деятельности, два вида жизни и деятельности, организации и творчества. Ну, они так сказали, мы подумаем, а потом, в общем-то, они собрались, и большие молодцы, они сделали выставку. Их поддержал чудесный частный театр «Морошка», который вот в Калининграде, и я с большим удовольствием его хочу здесь назвать и порекомендовать. Им выделили площадку, они ее там и отремонтировали, и как-то привели, придумали экспозицию. И по факту вот произошла выставка, одна из самых сильных там состоялась. Я вижу, что это будет очень перспективное место, перспективное объединение, к которому уже сейчас присоединяются музыканты, режиссеры, художники самых разных направлений. Вот, пожалуйста, запомните эту точку на карте России. Потрясающе, потрясающе, потому что, на самом деле, вот все, о чем мы говорим, мы говорим как раз о том, что креативная индустрия – это вот совершенно неисповедимые перекрестки, когда одно накладывается на другое, и люди, имея разные такие вот сильные стороны, каждый в своем творчестве, каждый в своем проявлении, собираясь вместе, вдруг могут создать что-то совершенно новое, чего до этого не было. И вот особенно локальные культурные инициативы на местах – это просто замечательно, потому что это дает дополнительный смысл для наших с вами путешествий. И наша страна совершенно прекрасна, огромна, невозможна к постижению за одну человеческую жизнь, но тем не менее, посмотрите, как здорово, что мест на карте с удивительными, прекрасными союзами творческих людей становится больше и больше. Спасибо вам за такую рекомендацию. Оль, кстати, вот хочется теперь спросить еще об одном. Вот соединяя в себе непосредственно функционал управленца, который работает над выставкой, и человека, философа, правильно задающего вопроса, тонко чувствующего любых творческих людей вокруг, скажите, как именно руководитель, все ли в работе с творческими людьми можно делегировать, или есть что-то, что не нужно никому отдавать, и нужно этим заниматься всегда самой, и что вы никогда не отдаете команде, что остается на вас? Ну, здесь я тоже, наверное, отвечу так немножко философски и диалектически, да, что это зависит от задачи и зависит от людей, зависит от своего личного интереса. Иногда мне очень хочется взять какую-то механическую работу и в медитативном состоянии, отключившись от сложных кураторских вопросов каких-то масштабных, просто вот сидеть и вычитывать дипломы, да, дипломы участников. В общем, это переключает, и это нужно делать. Кроме того, наверное, кураторская деятельность, а все мы, будучи организаторами, мы еще являемся и кураторами. Не арт-кураторами, а кураторами как координаторами. И существует же два формата работы куратора. Куратор, который контролирует все, там, до последнего дворника, маляра, который пишет буквы на стенде и так далее. А бывают такие кураторы, которые просто собирают команду правильных людей, и на этом их миссия заканчивается. Он такой, вот я собрал правильных людей, и они знают, что делать. Там, бухгалтер сделает то, что нужно, застройщик тоже сделает то, что нужно, а я приду, и в конце, как дирижер, вот все, вот весь этот оркестр заиграет. Наверное, в моей личной системе рабочей и та, и та, и та функция имеет место быть. Да, я иногда... Такие бывают моменты, когда лучше отпустить ситуацию, и люди ее лучше решат. Но иногда мы даже очень близки в своей команде, иногда мы друг другу говорим, знаешь, что-то у меня сейчас прямо руки опустились, нет вдохновения, нет каких-то сил, вот депрессивное состояние, подхвати. И очень важно, что мы можем все подхватить друг за другом какую-то функцию. Да, это важная составляющая команды. Мы не гнушаемся, мы не говорим, что это-то не мое, я там вообще где-то в высших сферах, нет ничего подобного, у нас нет такого разделения. Иногда вот слова не идут, нужно пресс-релиз написать, нужно статью написать. Ну а это же не механическое какое-то, то есть нужно тут как-то творчески к этому подойти. А человек не может, и человек искренне говорит, подхватите, помогите. И мы так вот где-то взаимозаменяем, и это очень важно, потому что это взаимно обогащает. Ты поделал другую работу, ты переключился, ты уже видишь это немножко с другой стороны. С художниками происходит немножко по-другому. Но, во-первых, нашу выставку отличает факт присутствия арт-куратора. У нас есть человек, который заранее, за год, а иногда еще и сильно-сильно раньше начинает работать с определенными авторами, выстраивая и нарабатывая темы, проекты, экспозиции, какие-то подачи, целые блоки, да, какие-то тематические, которые потом будут экспонироваться эти три дня на выставке искусства куклы. Это другая работа. Это работа художника, арт-куратора, и это разные люди. Они встречаются, собираются под проект, они могут переходить из года в год, может быть какая-то ротация, в зависимости от того, как арт-куратор видит. И вот в этом проекте работают как раз не только кукольные авторы, художники по куклам, привлекаются и фотографы, живописцы, скульпторы, керамисты, сценографы. Какие-то работы выискиваются из частных коллекций, потому что они нужны, чтобы раскрыть тему, там нужно что-то найти такое, что заиграет и поддержит то или иное художественное современное высказывание. Это уже другая миссия. И тут у нас есть правило в нашей команде, что вот в работу арт-куратора мы не вмешиваемся. Это святая святых. Там, как мы говорим, они разговаривают на своем птичьем языке, они как-то там понимают. Но меня радует то, что мы тоже это очень понимаем. Никогда за 13, уже 14 год не было такого, чтобы мы вошли в диссонанс, чтобы мы увидели результат и как-то разочаровались. Нет, всегда это восторг, и мы всегда думаем, как хорошо, что мы туда не вмешивались и подарили сами себе праздник. То есть мы пришли и удивились вообще, как это все прекрасно произошло. Дайте творческим людям свободу делать свое творчество, и вы будете довольны результатом. Сколько же сейчас прозвучало всевозможных творческих профессий в рамках проведения подготовки к единой выставке с единой темой. Посмотрите, кого только нет в этой прекрасной команде. Потрясающе. Вот вам креативная индустрия в действии, вот вам творческие команды в действии. Не бойтесь того, к чему вас тянет. Поступайте в творческие вузы. Кстати, про творческие вузы. Кукольных дел мастер. У нас вообще где-то этому обучают, и откуда ребята приходят, откуда берут эти знания, как они попадают в профессию. Быть может, это какой-то специальный такой слой культурный, который передается по наследству, вот там от отца к сыну или еще как-то. Откуда они приходят? Вообще в нашей стране изначально сложилась такая традиция, что в искусство куклы приходят люди уже из каких-то других профессиональных художественных сфер. То есть это такой некий следующий этап в творческом развитии, движение вверх по этой художественной лестнице. И это не случайно. Сейчас объясню, почему. Наверное, искусство куклы, как никакое современное искусство, но может быть только как перформанс или как театр еще, да, оно объединяет в себе огромное количество разных узких творческих направлений. То есть в первую очередь художник по куклам это и скульптор. Это и знаток костюма, и, соответственно, человек, который владеет всеми техниками работы с костюмом, с текстилем, иногда самыми какими-то утерянными древними техниками, или там восстанавливает, или придумывает. Это и постежор, это и человек, который расписывает лицо, работает с фарфором, с керамикой. Это и ювелирная специальность очень востребована в куклах. То есть это такая синергия разных-разных специальностей. И поэтому идти в куклы правильнее от какой-то художественной специальности. А научиться кукле просто с нуля сложнее. Но у нас в России и в Москве, особенно и в Петербурге, и, пожалуй, в всех крупных городах сейчас есть курсы, где учат делать куклы. И одно из основных правил, и я его очень поддерживаю, что когда приходит человек учиться, его спрашивают, а кто вы вот изначально? Он говорит, я театральный, например, я работал с театральной куклой. Говорит, вот давайте оттолкнемся от этого. Это ваша сильная сторона, вы в ней профессионал. Давайте будем это развивать и на нее наращивать, переращивать другие знания, другие аспекты. И тогда человек в полной мере раскрывается, добавляя уже что-то еще новое к своему основному такому направлению творчества, в чем он силен. И изначально сложилось в России так, что в искусство куклы, вообще в кукольное движение пришли профессиональные художники. И это отличает нашу страну от всех зарубежных кукольных сообществ. Практически от всех, может быть, кроме США. Потому что в Европе, в частности, куклами занимаются люди как хобби. Хобби для домохозяек, хобби для пенсионеров, для каких-то вот вольных таких вот неработающих там дамочек. И как хобби оно и воспринимается публикой. А в России так сложилось, у этого есть истоки, у этого есть определенные персоны, которые это принесли в нашу страну и которые стали развивать. Пришли все профессионалы. Пришли люди уже с высшим профессиональным образованием и достигшие многого в своей этой творческой деятельности. Поэтому уровень наших кукол, то есть мы вот взлетели, мы как бы долго запрягаем, да, потом быстро едем. С куклами произошла такая история, то есть когда в России узнали, что есть такие какие-то художественные куклы, там где-то в Европе, Америке уже 20-30 лет проходили выставки, уже такой был бум, множество коллекционеров, а мы пока не знали. Но когда мы узнали, конечно, сразу вот такой был скачок, рывок, потому что у нас пришли в эту тему профессионалы, и они сразу задали очень высокую планку. И эта планка держится до сих пор, поэтому когда у нас приходят люди учиться кукле, они понимают, что это не хобби для домохозяек, это не какое-то времяпрепровождение там для развития мелкой моторики, и там чтобы с деменцией побороться и что-то такое, нет. Это серьёзное занятие, это искусство, и стремятся к этому. Получается или не получается, это другой вопрос, но направление, вектор такой, что мы занимаемся серьёзным искусством, и, соответственно, преподают в школах кукольного дизайна, вот на таких курсах, преподают люди исключительно с высшим художественным образованием, с большим таким андеграундом художественным, которые действительно преподают это очень серьёзно, от колористики до основ композиции, ну и очень много прикладных моментов, которые характерны только для создания куклы. Но даже в самой названии выставки «Искусство куклы» всё-таки мы показываем и несем это в массы, что это сразу искусство. Вы знаете, когда я проговорила с держателями фондов «Кто будет нашим следующим гостем?», очень вдохновились девочки-держатели фондов, сказали, что это совершенно потрясающе, потому что у нас мы очень любим Бартрама. Николая Дмитриевича Бартрама, одного из наших таких вот очень ярких представителей культурного кода русского, исследователя и коллекционера, и у него есть очень небольшой текст, я просто вот принесла и вам в том числе показать. Он называется «Об игрушках», это вот ноябрь 1909 года, совершенно небольшой трактат, где он пишет в том числе про то, что такое игрушка для ребёнка в принципе, и как вообще, насколько она важна для роста и развития малышей. «Впечатления ребёнка в его дошкольном возрасте имеют большое влияние на всю его дальнейшую жизнь, на его характер, дают направление его развитию. Период игры и игрушек – подготовительный класс к жизни. Игрушка, радость ребёнка способствует творчеству и наблюдательности». Вот слова нашего прекрасного учёного, которые вот датируются 1909 годом, мне кажется, совершенно не потеряли сегодня никакой актуальности абсолютно. И посмотрим ещё на то, что мы знаем об иллюстрациях, которые делал непосредственно Николай Дмитриевич. Ну, я думаю, что сказка о «Золотом петушке» Пушкина знакома всем нашим читателям, и младшего, и среднего, и, в общем, вполне старшего возраста. Но посмотрите, какие прекрасные иллюстрации его кисти. Вот в каком формате они сделаны. Вы всегда очень тонко подходите к тому, что будет на фотографиях афиш, да, вот в вашей выставке у нас вот такие исторические иллюстрации хранятся. И ещё одна прекрасная, ну, не могу я пройти мимо неё, обязательно вам покажу сейчас, потому что это совершенно потрясающе. Это «Проказник Пип. История мышонка» тоже с иллюстрациями Бартрама. И здесь написано, что рисовал по указанию четырёх мышей и одной крысы Николай Дмитриевич Бартрам. По указанию четырёх мышей и одной крысы. Мне кажется, это совершенно бесподобная история, да, это всё ещё дореволюционные издания. И, конечно, искусство куклы, желание собирать, показывать, как-то систематизировать всё это, не один год и не одно десятилетие. Как вы думаете, вот в кукольном мире есть вообще свои какие-то эстетические тренды? Можно вот как в мире моды, например, предсказать, что будет популярно в следующем сезоне или просто вот просмотрев, проанализировав выставки последних лет, сказать, какие куклы сегодня в моде? А если говорить о том, существует ли какая-то мода в куклах? Да, безусловно, она существует. Другой вопрос, что у нас нет весеннего-осеннего показа, нет каких-то блогов, где нам какие-то гуру, скажем так, кукольной моды бы говорили, какие цвета и что будет модно. Мы чувствуем это интуитивно, это как-то складывается в мировом кукольном сообществе. Раньше, когда мы очень много ездили, а кукольники действительно очень много ездили, и выставки проходили почти в каждой европейской стране, были очень крупные, которые собирали тоже по 20-30 стран, и там происходило вот это такое взаимное общение, обогащение, и было видно, вот люди приехали, они не сговаривались, они между собой не общались, не переписывались, и даже не выкладывали в каких-то там интернет-ресурсах, не выкладывали свои работы. Но вдруг мы приезжаем и видим, что там определенное количество экспозиций, это эльфы, там какие-нибудь гномы, какие-нибудь другие сказочные подземные жители с большими ушками, с какими-то фантазийными, такие фэнтези-персонажи, и просто пережила кукольное искусство, кукольное сообщество, пережила огромный бум вот этого увлечения фэнтези. Потом это ушло, появились какие-то другие тенденции. А сейчас я вижу и хочу даже как-то предсказать, что сейчас, конечно, будет бум сотрудничества с нейронной сетью. И мы были первыми, тут я тоже хочу, положа руку на каталог выставки искусства куклы, сказать, что да, мы действительно были первыми в искусстве куклы, первой выставкой, где была показана самая первая кукла в мире, созданная нейронной сетью. Она была воплощена, она была не просто придумана, но мы ее вот на 3D-принтере напечатали, то есть мы ее материализовали. И первый в мире Мишка Тедди был показан. Да, это еще достаточно сырые работы, может быть, с точки зрения искусства, с точки зрения каких-то художественных параметров, но это прецедент, и это начало большого, очень интересного пути. И когда мы начинали делать проект в сентябре 2022 года, это все было настолько на ощупь, настолько мы были первыми, и какие-то крупицы просачивались, и больше с какой-то отрицательной даже такой характеристикой, что роботы не заменят нам вот искусство, а где душа, а где художественный порыв, да. И то, что мы наблюдаем вот сейчас, когда массово уже все открыты, и довольно свободно начали и художники, и дизайнеры, и люди других творческих профессий работать с нейронной сетью, вот этот путь, он стремительно прошел. Да, это правда. Архитекторы так точно, в принципе, уже смирились, вот махнули рукой и сказали, ладно, уж чего уж тут. Ну, поскольку мы были первые, мы как бы успели вот прочувствовать, да, вот что, что у этого движения, у этого сотрудничества с нейронной сетью есть очень много плюсов, не только минусы. И то, что люди сейчас, если тестируют, если делают такие слепые фокус-группы, люди обманываются, они не могут угадать, где картина или кукла придумана нейронной сетью, а где она придумана художником, и когда нам ставят пример, вы посмотрите, какая душевная, видно же, что глаза, вот это никогда вам такой искусственный интеллект не создаст. Мы поворачиваем карточку и показываем, что это искусственный интеллект, вот человек немножко потерялся. Я в этом вижу только позитивные движения, векторы, потому что это обогащает. Нейронная сеть — это не робот, нейронная сеть — это не железка, не машина, как многие думают. Это отражение, для меня это как ноосфера Вернадского. Это большое информационное поле. Вот что мы туда положили за века, ну не за века, а скажем так, за тот период интернета, когда мы туда вот всего-всего наложили, чем мы наполнили. И нейронная сеть, она вот это всё аккумулирует, она всё это перерабатывает, и, собственно, нас же нам и отражает. Вот что вы в ту коробочку наложили, то, пожалуйста, получите, распишитесь. Вот, поэтому я даже считаю, что наполняя мир, наполняя интернет красотой, мы туда вперёд вот закладываем что-то доброе, хорошее и красивое, что потом нейронная сеть тоже будет выдавать и транслировать дальше, да. То есть это такая тоже наша миссионерская, я считаю, работа, и фотографии с наших выставок, они обогащают это всё, что там происходит. Ольга, вы упомянули такие искусства, как архитектура, музыка, например, сказали об их абстракции. И хочется, завершая нашу беседу сегодня, спросить, если вы не в кукольном мире, если вы не готовитесь к выставке, если у вас свободное время, что это будет? Музыка, архитектура или литература? Вот вы не назвали театр. Театр, конечно. А это будет, скорее всего, театр. И последние годы я просто страстно и фанатично люблю уличные театры. Уличные? Уличные театры. Я открыла для себя мир уличных театров, а поскольку театры уличные, они происходят, представления происходят где-то в разных городах, иногда в каких-то маленьких городах, иногда вообще где-то на природе, я за ними еду, у меня есть кумир, у меня есть любимые коллективы, за которыми я готова там лететь, ехать, за конкретным их представлением. Вот это, в частности, театр странствующих кукол господина Пежо. Если я где-то вижу, что они выступают, я стараюсь подстроить свои планы и попасть туда. И, возможно, эта любовь к уличным театрам, к уличным перформансам, она у меня началась с посещения «Желтой мельницы» Славы Полунина, где просто все это пространство, его парк, оно наполнено маленькими представлениями, маленькими перформансами, какими-то чудесами, когда тебя за поворотом тропинки ждет встреча, казалось бы, с режиссированной какой-то историей, но специфика уличного театра, что это всегда экспромт. И экспромт под конкретного человека. А еще уличные театры не допускают фальши. Там фальшь чувствуется четко, моментально, там невозможно сфальшивить. То есть, если театр классический, на большой сцене, когда нас разделяет, это рампа там разделяет, вот возвышение сцены, зрительный зал, там можно как-то выехать на профессионализме, на какой-то накатанности спектакля. Уличный театр, где мы глаза в глаза, лицо в лицо, еще и рука об руку, очень много интерактива, там фальшь вообще невозможно. Для меня это очень важно, это сейчас такой камертон, потому что даже в куклах сейчас очень много фальши. Когда художник идет на поводу у заказчика, у зрителя, или пытается подменить красоту красивостью и украшательством, вот этот камертон очень нужен. Для меня такой камертон это театр. Уличный театр и театр. Я очень люблю сейчас театр. Мне кажется, я когда буду отсматривать наш материал интервью, я просто увешаю стену в кабинете вашими высказываниями. Не променяйте, пожалуйста, красоту на красивости украшательства. С нами была сегодня Ольга Лайхина, сорганизатор международной выставки «Искусство куклы». Все приходите. Это невозможно пропустить. Это действительно большое искусство. Это действительно креативная индустрия. Это действительно абсолютное творчество. Получайте удовольствие. Всего доброго. Спасибо.